Добрый день, друзья, не добрый день, вам не дорогие. Выкладывая очередной фрагмент очередного шедевра Марии Насаковой, я в очередной раз должен объяснить, зачем я это делаю. Я помню, как она триумфом вернулась в свое время из Киева. После того, как говорил вот такие же, собственно, примерно вещи. Как она ходила здесь по ток-шоу, раздавала интервью и пыталась монетизировать свою, условно говоря, оппозиционную позицию. Так вот, чтобы в следующий раз у нее это не прошло таким же триумфом, так же гладко, я считаю своим долгом напомнить... Да, Бася показал это место, которое рифмуется с некоторыми выводами о певице Ртома Максаковой. Так вот, напомнить, что и как, главное, зачем говорила бывшая, как это все в принципе говорит, депутатка, депутатка Государственной Думы и певица Мария Максакова. Понимаете, в чем все дело? Я, конечно, фрагментарно кое-что посмотрела, и там были достаточно искрометные комментарии на этот счет. Там писали люди, что изверги заставили петь без фонограммы, вот что-то из этой области. Но дело в том, что я в некотором недоумении по той причине, что жаба-гадюкин к такого уровня, мне сложно что-то добавить, можно сказать, к обличительному выступлению Красной Шапочки, которая сняла с себя стяги Христовой и выступила против, как она выразилась, отмывающейся швали Киркорова, то есть блохи против шеи. Я вам хочу сказать, что судя по ее разросшемуся хавальнюку или хлеборецке, как правильно сказать, она, судя по всему, съела не только корзину с пирожками, но и волка в придачу с бабушкой. Кто бы мог подумать, что вот этот фильм советский «Красная шапочка» – это оказывается просто триллер или фильм ужасов с действительно черным страшным финалом, когда вот она предстанет в образе, ну, как бы вам сказать помягче, чего-то квакающего на болоте. И, вы знаете, просто-таки, ну, буквально все обороты и речи, какие только можно было употребить, вот эти злобные, она, в общем, наверное, использовала, когда рассказывала о том, как негоже, дескать, думать, что покаяниями или такими не просто челобитными, а целыми поездками на оккупированные территории, что он, дескать, может отмыться, она возражала, она записала четырехминутный ролик, который, в общем-то, по своему, ну, знаете, такой тошнотворности вряд ли уступает тому, что вытворял без фонограммы Киркоров. Дело в том, что у Киркорова были ведь шансы не опуститься на дно этой путинской пропаганды, и первые несколько месяцев он старался отмалчиваться. Однако это не помешало ему потом с лихвой наверстать упущенное, и теперь он дошел до ситуации, когда он не просто омерзителен в том, что он делает, но он еще и продолжает, так сказать, не просто там в ту дверь или щель, куда он там заходит, или, вернее, перепробовав все щели, пытается найти какую-нибудь одну, которая окажется спасительной, но нету там вариантов. Дело в том, что от него шарахаются, как от зачумленного, все телеканалы, потому что они уже боятся гнева пропаганды, гнева своих основных заказчиков, то есть администрации узурпатора, гнева Громова или еще чего-то, то есть раз сказали отовсюду вырезать, они начали отовсюду вырезать. Я не удивлюсь, если нынче у него будет аннулирована американская виза, которая по какому-то недоразумению, судя по его инстаграмму, все еще действовала до недавнего времени. То есть дальше на Западе, естественно, он никогда не сможет и не будет выступать, так как он просто решил разделить солидарную вину и ответственность за преступления путинского режима, фактически, ну что, оправдывая конвейер смерти, то есть это все преступления без срока давности. Меня просто удивляет, что у него, например, как ни крути, но, наверное, не самый он нищий. Эту, кстати, его, эту, как ее, красную шапочку, это сильно возмущало, и в том числе то, что он самопровозгласил себя неким королем. Ну, я так понимаю, что король там у них может быть только один, который нынче голый, но они пока упорно зашумливают это обстоятельство. И вот представляете себе его, в общем-то, такое, знаете, стремительное падение. Он позже других, может быть, присоединился к этому хору преступников и людоедов, но, однако, опередил во многом. И действительно, для него это голая вечеринка, как и для Лолиты. Она носит какой-то просто фатальный характер. Я подчеркну, что у него ведь, понимаете, не то чтобы не было возможности. Я думаю, что, в конце концов, в его жизни был светлый эпизод, когда ему вот этой ныне старухе у разбитого корыта, причем как старуха начинала с разбитого корыта, так она им закончила, но все-таки у него был шанс, когда ему улыбнулась золотая рыбка в лице Аллы Пугачевой. Ну, разумеется, что... Филипп Бедросович за все эти два года ни разу не изъявлял желания появиться на фронте и ни разу не выезжал туда. В это время он занимался всем, чем угодно, с собой, голыми вечеринками, танцами на кресте. Крест – это не аксессуар. Не стыдно ли смотреть на человека, которому будет 60 лет, взрослому мужику, который утверждает, что он зашел не в ту дверь? И мне интересно, кто этот человек? Кто эти люди, которые дали такую индульгенцию ему и прочей швале, которая вынуждена поехала на фронт, чтобы отмыться? Добрый день, друзья. Вот к какому выводу я пришел, наблюдая бросы, которые Мария Максакова записывает чуть ли не ежедневно. Если у меня нет четкого представления о персонаже, ну или противоречивые какие-то вещи о нем пишут, или недостаточной информации, я, послушав наезд Марии Петровны, всегда прихожу к выводу, что, видимо, человек неплохой. Ну, если Максакова на него вот со всей дури наезжает, надо делать вывод. Это, знаете, как в служебном романе, в культовом фильме про сапоги. Из-за тех, кто танк, я сейчас цитату воспроизведу. Вы купили новые сапоги, Вера? Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится? Очень вызывающие. Да. Я бы такие не взяла. Значит, хорошие сапоги надо брать. Ничего. Маша, вот почему с Людмилой там поругались, Маша Максакова, думает, что ее голос, во-первых, поет очень вульгарно. О-о-о-о! О-о-о! Это ужасно поет. И никто, никто билет ее не покупает на нее, понимаешь? Потому что предателей никто не любит. Потому что она очень вульгарно, вульгарно поет. Нет какой-то культуры пения, хотя голос красивый, но начинает выпивать. Это просто карикатура, журнал «Крокодил». Ну, вот, может быть, поэт на это обиделась Людмила из-за дочери. И здесь на хуй, блядь! О-о-о! Золотая рыбка Станислав Садельс.